Здравствуйте! Вы смотрите социальную программу «Возможность есть». Как лепка из соленого теста помогает в реабилитации приюзских детей? Спасают ли веревочные узлы от дурных мыслей? И кому ребята посвящают песни и танцы? Мы отправились в Курский областной социальный приют в поселок Понери и узнали, что важную роль в реабилитации там играет творчество. Сто процентная концентрация и усердие. Одно неверное движение и узел макраме станет Гордеевым. Но только не у Коли Михайлова. За пять месяцев, проведенных в приюте, он виртуозно научился плести. Нужно веревки и все. И уметь, и все. А как уметь надо? Как это делать? Ну вот как ты делаешь? Самое главное, значит, узлы там разные. Ну и как завязывали. Коля знает не только все узлы в макраме. Он знает и то, почему оказался в приюте. В школу в протяжении ходил и все. Меня узрали всегда. А родители? А у меня так мамка. Эту сову Коля сделал сам. А вот сколько фигурок Коле предстоит сплести до того, как мама заберет мальчика домой, неизвестно никому. В областном социальном приюте в поселке Понери малыши и подростки не просто живут. Они проходят реабилитацию. Здесь им помогают оправиться от того, что случилось дома. Помогают педагоги и воспитатели, которые каждую взрослую детскую проблему принимают близко к сердцу. Возможно, поэтому нам удается оказать реальную помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы атмосфера в коллективе была комфортной, доброжелательной, чтобы как можно быстрее проходил процесс реабилитации детей и подростков. Моральная поддержка, доброе слово и творчество. Именно творческая деятельность помогает подросткам расслабиться, абстрагироваться от неприятностей и получить массу удовольствия. Кто переступает порог нашего дома, попадает в атмосферу уютного дома, где можно не только найти поддержку и понимание, но и дело по душе. Кружков по интересам в приюте немало. И занимаются там все воспитанники без исключения. Способности и даже талант есть у каждого, заявляют педагоги. Важно увлечь тем или иным видом творчества. А вот и плоды лучшей работы представлены на выставке. Работы в технике вязания. На кружке дети получают не только эстетическое воспитание, но и приобретают навыки вязания крючком, спицами, которые в дальнейшем в жизни обязательно им пригодятся. Кружок из-за нити – это вышивание по картону или плетение картона. Очень много поделок и на выставке представлено в технике аппликации. Здесь и бисер, здесь и картон, здесь и нити, здесь и соленое тесто. Не так давно в приюте было повальное увлечение оригами. Бумажных дел мастера творили настоящие шедевры – огромные модульные фигуры. Если результат радует своей эстетикой, то процесс обладает поистине лечебным эффектом. Воспитываются творческие способности ребенка. Но также, когда занимаются оригами, развивается мелкая моторика, развивается логика. Они учатся ориентироваться на листе бумаги, делить его на части, выделять диагонали, параллели. Коллективная работа сплочает детей. Очередной писк моды – лепка из соленого теста. Педагог Галина Москвина считает, с тестом экспериментировать можно не только на кухне. Тесто, оно, материал очень эластичный, легко принимает формы. И его можно довольно долго изделий из теста хранить. Галину поддерживают ее коллеги. И даже попросили устроить мастер-класс по лепке из теста. И все-таки главные творцы здесь – дети. Знаете, когда я предлагаю им заняться именно соленым тестом, это вызывает интерес у всех. Независимо даже, вот очень подвижный ребенок, его вы даже увидите, когда будете наблюдать. Но сидит, лепит с удовольствием. Есть усидчивые дети, которые вообще выполняют очень хорошие композиции. Это очень помогает им. Марина Шитикова абсолютно согласна с педагогом. Это иногда уединение успокаивает. Давишь тесто, разминаешь. Меня это успокаивает. Марине это было просто необходимо. Тревожная домашняя обстановка давила на девочку. Семельные проблемы. Есть некоторые проблемы, из которых я сюда попала. Ничего, здесь тоже хорошо. Я даже не ожидала, что здесь настолько хорошо. Мне нравится. Марина убежденный оптимист. Радуется настоящему моменту и с позитивом смотрит в будущее. Планы уже есть. Приеду домой, начну опять так же учиться. После учебы. Маша. После учебы поступлю в училище, отучусь на повара. Потом еще куда-нибудь пойду учиться. Кажется, своей улыбкой Маша Турышева способна решить все проблемы. Но нет. Девочка вынуждена жить в приюте. Уже пять месяцев. Мама тебя ждет? Будет забирать? Ну, возможно. Нет, наверное. Почему так? Ну, не знаю. Ну, не, может, возможно, сейчас нет. Ты ждешь этого момента, когда вот все-таки наладятся эти проблемы? Ну, я думаю, каждый ребенок ждет. Да. Давид Фастов трудится, не покладая рук. Кузнечика из теста он обязательно подарит самому близкому человеку. Близкому и одновременно такому далекому. Осталось только дождаться, когда за Давидом придет мама. Время, чтобы отточить свое мастерство, у него есть, к сожалению. Чтобы она избавилась от своей привычки, ну, тогда, может быть, меня отправят домой. Гармония вкусов и ароматов. Самый уютный уголок приюта. Клуб «Хозяюшка». Так, сумочка моя. Вот и все. Здесь девочки и даже мальчишки учатся готовить. Ведь у многих из них нет даже элементарных навыков, которые дети, как правило, получают в семье. Они понимают, потому что, ну, кто их научит основанку ледянории? Никто. А здесь научат. Они пекут, готовят салатики, бутербродики. Ну, все, что можно. Не такой уж изысканной у нас кухня, не итальянская, но наша русская. Мы здесь печем пирожки, ну, там творог. Из творога что-нибудь делаем. Света Коробкова еще дома научилась готовить овощную рагу и борщ по поваренной книге. В приюте усовершенствовала кулинарное мастерство. Главный стимул – ее будущая счастливая семья. И любящий – голодный муж, которого обязана накормить жена, шутит девочка. Конечно, должна, как потом, придет муж, его чем кормить? Правильно. Но есть высота, которую на кухне Света пока еще не достигла. Она планирует научиться готовить… Итальянскую пасту. Пластика, чувство ритма и всегда хорошее настроение. Это гарантируют танцы. Танцы позволяют ребенку достичь гармонии в собственной душе. И опять же отвлекают от грустных мыслей. Можно только догадываться, что испытывают дети, оказавшись в приюте. Какие мысли возникают у них в голове. В этот тяжелый период в приюте педагоги и воспитатели прикладывают все усилия, чтобы помочь, согреть, вернуть к жизни. И творческие эксперименты также им в этом помогают. Самое счастливое в это утро я. Какими бы ни были мама и папа, для детей из приюта они все равно лучшие. Это им они посвящают выученные на занятиях песни. Это их хотят порадовать задорным танцем. Это им вышивают картины и готовят поделки. И все в ожидании встречи. Вы смотрели программу «Возможность есть». Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok